Сегодня хочу вам рассказать о моём самом любимом торте. Почему любимом? Потому что дешёвый. Самое дорогое в нём, что есть, это полбанки сгущенного молока на весь торт. В то же время он вкусный, в нём разные вкусы, есть два коржа. На нижний корз говорят, что это бисквит, хотя на весь торт идёт только два яйца. Естественно, дешёвый не настолько, что только мука и вода, но очень дешёвый торт, вкусный и в то же время лёгкий в приготовлении, ничего совершенно сложного в нём нет. Итак, на весь торт понадобится два яйца, полтора стакана муки, два стакана сахара, немножко соды, багажной уксусом, три чайных ложки какао и пол-литра сметаны. Это весь торт. А тортик получается весьма вкусным. Итак, рассказываю. Сначала взбиваем яйца со стаканом сахара. Добавляем примерно 200 грамм сметаны. Лучше всего взять пол-литровую баночку сметаны. И из этой пол-литровой баночки мы 200 грамм возьмём сюда, и 300 грамм мы возьмём в крем. Добавляем полбанки сгущенки, другие полбанки оставим на следующий торт. Да, припрячем хорошенько, чтобы дети не скушали. Это если у нас есть цель экономии. В принципе, я пока что разницы между разными видами сгущенки не заметил, пробовал разные. Главное, чтобы сгущенка была именно баночной. Заметьте, сгущенка идёт в тесто. В тесто идёт сгущенка. Это специфика этого торта. Потому что обычно сгущенка куда идёт? В крем. А здесь она идёт только в тесто. Добавляем полтора стакана муки. Где-то полтора стакана смешиваем на небольшой скорости, чтобы не был весь дом в муке. Получается густовал. Поскольку сметана и яйца, они, конечно, разные, так попадаются, поэтому надо ещё добавить на глаз. Можем добавить немножко сметаны, чтобы стало жиже. Так, добавляем сюда полторы чайных, полторы и одна чайных ложки соды и гасим её уксусом. Так, полторы ложки соды, это как раз пол столовых. Так, значит, одна столовая ложка, это три чайных. Сейчас добавим. Что погасится, то погасится, что не погасится, так у нас ещё есть и сметана. Она имеет свою кислоту. Всё-таки ещё густовато. Значит, добавим ещё немножко сметаны и уже будет хорошо. Уже примерно такой консистенции, можно сделать немножко жир. Нюанс в том, что из третьей части этого теста мы печём белый корж, а к двум третьим оставшимся, это всё примерно на глаз, мы добавляем три чайных ложки какао и испекаем отдельно чёрный корж. Сейчас мы эту третью часть выложим в форму. Итак, смажем, как оно обычно делается. Маслом. Солнечным. Немножко притрусь и мукой. Говорят, сейчас есть силиконовые формы, что этого всего не требует. Но я ещё не приобрёл, не видел. Если кто имеет, отзовитесь и расскажите, действительно ли их не надо даже смазывать и вот так вот подготавливать. Чуть густовато. Можно было бы сделать ещё жирже, но у нас устроит и такое. Итак, этот корж будет белым и тонким. Чёрный корж мы испечём, мы его разломаем на кусочки и перемешаем с кремом. Вот в этом будет нюанс этого тортика. Да, немножко густовато получилось, но будем показывать так, как есть. Особо его выравнивать не надо, потому что сверху на нём всё равно будут кусочки чёрного, тогда уже только будет его вверх. Так что, если он не очень у нас ровный или эстетический, это не страшно. И ставим в духовку. Температуру наставляем примерно 180 градусов. 200, это уже, я так замечал, многовато. Он уже может перепечься, стать слишком сухим. Печём. К оставшемуся добавляем какао. Итак, берём 3 чайных ложки какао или 1 столовую. Так, это одно и то же. Какао желательно, если любите именно такое выраженное коричневое, я люблю это дело. Если любите выраженное коричневое, какао лучше брать качественное, тёмное. Так, специальное для выпечки, а не для напитков. Если кто думает, что можно взять просто больше, дать какао, то не то. Если какао порошка сыпануть больше, то тесто просто не поднимется. Так, и у нас получится блин вместо торта. Так, и у нас получится. Так, и у нас получится. За это время, пока у нас будет испекаться первый корж, перетрем сахар на пудру. Может кто-то покупает готовую пудру сразу. Так, я перетираю сам, пока испечётся корж. Вот таким образом сахар мы перетрем. Нам нужно стакан пудры. Но стакан это относительно. Если у нас кислая сметана, если у нас кислая сметана так, то естественно, что стакан это будет нормально. Если у нас сладкая, непрокисшая сметана, то есть сливки, то лучше меньше стакана, иначе будет слишком сладкий. Ну и естественно, ваши предпочтения. Итак, пока что перетираем. Такая у меня кофемолка. Универсальный миксер. Здесь и блендер, и кофемолка, и миксер. Жаль, что уже этой модели не выпускают. Это росток советская ещё фабрика. Сейчас уже этого нет. И там таким образом мы наготовим стакан пудры. Тем временем у нас созреет первый корж. Почему именно пудра, а не сахар? Сахар не всегда может сбиться со сметаной. Тем более сейчас очень много видов сметаны, всяких подделок. Так пудра обычно забьётся нормально. Если же всё-таки взбиваем сахар, то желательно добавить несколько кристалликов лимонной кислоты. Он улучшает взбиение. Взбиваем тогда на большой скорости, а ещё лучше блендером. И бывает, что всё равно она упорно не хочет. Приходится по несколько раз ставить на час, на полтора. По несколько раз подходить взбивать. Ну, в общем, лучше всё-таки, если пудра. Она взобьётся с любой сметаной. У нас испекается. А мы помыли миску и в ней же взбиваем сметану с пудрой. Простейший крем, но для данного тортика он вполне достаточный, так как основной вкус нам дают коржи. Готовый второй корж мы снимаем. Когда он уже охладился, естественно. Ломаем на кусочки и смешиваем с кремом. Кусочки я советовал бы делать не очень мелкие, потому что очень мелкие пропитаются сразу полностью, а кусочки покрупнее, они сверху пропитаются, а внутри будут сухенькими. И в результате получится такой двойной вкус. А третий вкус добавит нам нижний корж. Этот торт как раз и отличается таким вот разнообразным вкусом. Поэтому среднего размера кусочки смешиваем с кремом. И уже вот эту смесь выкладываем на нижний тонкий корж. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Таким образом мы получаем весьма простой торт, ничего сложного в его приготовлении нет, готовится он быстро, пропитывается его верхняя часть уже тоже быстро, но вкус его очень даже хороший, несмотря на то, что цена небольшая. Добавить можно какие-то свои нюансы, это не проблема, можно добавить, например, я делал слой вишенок, выкладывал или априкос между этими коржами, можно добавить ваниль, можно сделать какую-нибудь посыпку для украшения, это вы уже сами, я думаю, можете сделать и без моего обучения, и у вас он, возможно, получится еще лучше. Здесь я показал только основу украшательства, любая хозяйка или хозяин может сделать уже сам. Таким образом по этому торту все, пробуйте, я думаю, вы обязательно останетесь довольны. Аналогичных рецептов под названием «Улыбка негра» много, в интернете я искал, но точно этот рецепт найти сложно. Всегда находятся какие-то дорогие торты. Этот очень дешевый, в то же время очень простой и вкусный. Желаю вам успехов, желаю вам приятного аппетита и чтобы вы порадовали своих домочадцей. Подписывайтесь также на наш канал, и у вас будут другие интересные рецепты, и не только рецепты, ай, много еще чего, чем я с вами смогу поделиться. Нас еще ждет пицца, нас еще ждет настоящий украинский борщ, можете почитать майонез, у нас будет консервация, и много-много других разных полезных советов. Итак, всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok